Воснецов. Но все же Воснецова трудно назвать пейзажистом, если вы имеете в виду Виктора. Если Аполлинария, ну а Аполлинарии пейзажи пейзажистом. Левитан. Левитан, да, это другое поколение. Я вам сказал, что одно время. Правильно, вы сказали, Архип Иванович Куинджи. И как называется эта картина? Очень известная картина Архипа Куинджи. Вам очень срочно нужно идти в Третьяковскую галерею. Это березовая роща Архипа Ивановича Куинджи. Возможно, самая известная его картина, которая висит уже много лет в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. И видите, Рукавишников оставил шанс угадать эту картину, если вы ее знаете, конечно. Это хрестоматийная картина из учебников по русской истории. Причем художник, возможно, самый известный русский художник из всех. Ну да, у него недалеко от Репина. На Репина похож, что Репин списал исторический портрет. Но это не Репина. Не перо. Это Виктор Михайлович Воснецов. Виктор Михайлович Воснецов. Я 20 века. Это величайший авангардист. И пик его творчества пришелся на нулевые десятые годы 20 века. И вот такой хлебобулочный натюрморт характерен для этого художника. У него, по крайней мере, полтора десятка картин с подобным сюжетом. Ну что, есть какие-нибудь варианты? Ну, не будем здесь долго задерживаться. Все-таки нас дворики ждут. Это Илья Иванович Машков. И его картина «Московские хлебы». То есть это не просто хлеб. Это московские хлебы. Вот как выглядит картина. Здесь и крендель булочный, и баранки, и вазы с хлебами. И хлеб белый, и хлеб черный, и хлеб какой угодно. Таких картин он написал очень-очень много. Ну что, теперь и вы можете сюда приходить со своими друзьями и проверять их знания русского изобразительного искусства. Мы показали в необычном творении обычного дома. Вот это салфер, вы видите, в советском доме. Это знаменитый дом писателей в Лаврушинском переулке. И весь свет советской литературы с этим домом связан. Так, и не иначе. Многие писатели здесь жили. Придется пропустить. Агния Борто, Килип и Петров, Роман Сев, Казакевич и многие другие писатели. Остальные писатели своим друзьям приходили в гости. То есть, так или иначе, все писатели с этим домом связаны. Но распределяли квартиры в этом доме чиновники из союза писателей. Все вполне логично. Поэтому не всем писателям квартиры в этом доме достались. В некоторых квартирах, насколько я понимаю, в самых лучших, жили сами чиновники из союза писателей. Но все писатели мечтали здесь жить. Не было такого писателя, который не хотел иметь квартиру в этом доме. Вы должны понять, это был особый статус. Можно было быть каким-нибудь непонятным поэтом Верти Бутылкиным, но если вы жили в этом доме, в глазах масс вы становились величиной в поэзии. Все мечтали. И Михаил Афанасьевич Булгаков не исключение. Я думаю, вы понимаете, Булгаков достоин, чтобы жить в таком доме. Он величайший писатель того времени. Но у Булгакова было слишком много врагов в союзе писателей. В частности, Булгаковеда врагом номер один называют критика Асафа Литовского. Он заведовал репертуарным комитетом, он запрещал постановки пьесы Булгакова и сделал все для того, чтобы Михаил Афанасьевич квартиру в этом доме не получил и не стал его соседом. Ведь он в этом доме как раз-таки жил. И Булгаков решил ему отомстить. Он мог отомстить ненавистному критику по старинке. Он мог подкараулить его в подъезде или в арке в темное время суток. Но он отомстил, как и подобает гению, отомстил на века, на долгие столетия без преувеличения. И мы вспоминаем роман «Мастера Маргарита». Мы вспоминаем эпизод, когда Маргарита стала ведьмой и совершила свой полет над Москвой. Вы помните? Ее внимание привлек недавно построенный, это 30-е годы 20 века, высокий дом, облицованный черным камнем. Если вы выйдете из этой арки и повернете тут же налево, вы увидите портал главного входа. Он как раз таки и облицован черным камнем. Количество этажей тоже совпадает. Но главное совпадение, на мой взгляд, это возглас Маргариты. Помните, она увидела список жильцов и прочитала, что один из жильцов это критик Латунский. Литовский, Латунский, это почти одно и то же. И Маргарита учиняет форменный погром в квартире критика. Вот такая месть. Смотрите. Булгаков умер. Критик ненавистный умер. Уже многие поколения умерли, а месть Булгакова живет. Понимаете? Мы читаем это произведение. Ее. Квартира критика громится. Мы перечитываем это произведение. Квартира критика громится. Наши дети и наши внуки будут читать и перечитывать это произведение. Квартира критика будет громиться, громиться и громиться. Вот такая тонкая продуманная месть Булгаков. Неудивительно, вот это здание Но этого здания могло бы здесь не быть На самом деле, первоначально полагали, что этот дом не представляет никакого интереса Не представляет никакой архитектурной, исторической ценности Думали, что это типичная застройка второй половины 19-го столетия И, конечно, такое здание неказистое, никому не нужное Должно быть уничтожено во дворе элитного жилого дома Здесь нужно устроить парковку или что-то другое, детскую площадку Ну, вы понимаете, так рассуждали владельцы этого дома И действительно, дом стали разбирать Вот этот дом стали разбирать И когда его разбирали, фактически случайно Обнаружили в нижней части кирпичной кладки орленый кирпич Орленый кирпич, это кирпич с клеймом в виде двухглавого орла Дело в том, что в 17 веке существовала государственная монополия на производство кирпича И чтобы это обозначить, кирпичи клеймили орлом Был даже такой глагол, орлить кирпичи То есть орлили кирпичи Сначала орлили каждый сотый кирпич Потом в целях экономии клейма стали орлить каждый тысячный кирпич То есть встретить орленый кирпич в кирпичной кладке в каком-нибудь здании в современной Москве Это уже что-то вроде открытия Такой кирпич здесь был обнаружен То есть вы понимаете, это не просто здание, серое типичное здание Это серое типичное здание, в основе которого оказались палаты 17 века И такие здания уже разрушать нельзя С исторической точки зрения дом выглядит эффектно, на мой взгляд И вы понимаете, он по-прежнему принадлежит застройщикам И по-прежнему застройщики будут им распоряжаться Если бы они пришли ко мне и спросили совет Я бы им посоветовал устроить здесь выставочные залы Или что-то вроде музея Который посвящен Кадашевской слободе У школы она здесь была У школы эти палаты были построены тогда, когда она здесь была Можно было устроить какой-нибудь музей тогдашнего быта Но они, конечно, у меня не будут спрашивать И по всей вероятности здесь устроят гимнастический зал Фитнес-клуб Ну или что-то в этом духе Что поможет сделать этот дом еще более элитным, чем он есть сейчас Подходите ближе Мы попали как раз в начало вечерней службы Здесь какое-то время наоборот создаст дополнительный эффект Мы с вами оказались во дворе церкви Воскресения в Кадашах Так она называется Эта слобода, слобода ткачей, хамовников Была, возможно, самой большой в Москве Она занимала огромные территории Вот представьте От Ордынки до Екиманки с одной стороны И от Большого Толмачевского переулка, где фонтан До Старицы Москвы-реки, где сейчас водоотводный канал С другой стороны И на территории этой слободы Большой было 4 храма В целом в обычной среднестатистической слободе был один храм А здесь на территории этой Большой 4 Но, к сожалению, два храма разрушили в советское время Они не сохранились до наших дней Но самое главное, что сохранилась вот эта церковь Она была центральной, она была главной и тогда в 17 веке Кроме того, эта слобода была очень богатой Ткачи были людьми богатыми И я думаю, церковь вам сразу же напоминает об их богатстве Кроме того, слобода была традиционной Здесь чтились традиции, которые остались от дедов и отцов И они этими традициями дорожили Например, девушкам из этой слободы запрещалось Строго-настрого выходить замуж за молодых людей Из других соседних ремесленных слобод Это делалось для того, чтобы сохранить секрет производства внутри своей слободы Они очень дорожили этим секретом Они были искуснейшими мастерами Очень талантливыми ткачами И они прославились в первую очередь своими посольскими скатертями Вы понимаете, эти скатерти накрывали на стол, когда к великому князю московскому в Кремль Приезжали заморские гости, заморские послы И то, что слобода была талантливой, очень талантливой Проявлялась во всем, не только в их основном ремесле, но и во всех тех делах, которые совершались в этой слободе В частности, когда они строили свои храмы, они не искали мастеров на стороне Они искали резчиков, каменщиков, иконописцев даже Внутри своей талантливой слободы И, естественно, таковых находили И когда в очередной раз они захотели перестроить свою главную церковь В воскресенье в Кадашах Это случилось в конце 17 века То есть церковь конца 17 века, 80-90-е годы 17 столетия Так вот, когда они это задумали, они даже талантливого архитектора нашли среди жителей своей слободы Трудно в это поверить, но нашелся такой человек Его звали Сергей Турченинов, житель Кадашовской слободы Возможно, именно поэтому церковь не похожа ни на одну другую церковь И аналогов в этой церкви нет нигде, ни в Москве, ни в других городах Потому что строил ее не пришлый архитектор с государевого двора, понимаете, с типичным проектом А самобытный, талантливый житель этой ткацкой хамовной слободы Эта церковь имеет очень важную концепцию строительства Представьте, это концепция конца 17 века, но она работает и по сей день То есть правильность этой концепции доказывают и современные жители Москвы И вы ее доказали в очередной раз Смотрите, каждый, кто входит на территорию церковного двора, начинает смотреть наверх Вы пришли и стали смотреть наверх Это сделано намеренно, специально для того, чтобы люди, по крайней мере, на территории этого конкретного церковного двора Обращали внимание на небо, на Бога, а не на свои земные проблемы Да, давайте автомобиль пропустим Наверное, он выкручен Чем выше вы поднимаете свои взоры, тем ярче и богаче становится украшать Видите, над первым ярусом уже появляются первые белые красивые детали Потом потрясающие по красоте наличники на окнах Но я думаю, вы со мной согласитесь Самые красивые элементы убранства венчают четверик Вот они Еще красивее Он поднимает свой взор выше, выше, выше и выше И, наконец, обращает внимание на небо, на Бога Вот такая талантливая, толковая задумка кочей Причем, внутри все было там же по глазу, такой концепт Смотрите, церковь четко двухъярусная Вы это видите, даже отсюда И внутри, в первом ярусе, церковь была, здравствуй, а также не громко Потому что, если она не просит, пока не громко Вот такая талантливая, что следуетeses, почему она не проплачала И когда�у у quatro, оцените двухъю Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 либо начало 19 века, после пожарного времени, и я с вами соглашусь, здесь явные черты этих стилей. Но я вам должен сказать, что в основе этого дома центральное ядро двухэтажное, центральная часть, это часть начала 18 века, то есть на самом деле этому дому около 300 лет. И первые владельцы тогда в начале 18 века это богатые известные дворяне Ржевские. Я думаю фамилия знакома, это древний дворянский род, первым владельцем был капитан Василий Ржевский, но при нем здесь был двухэтажный, относительно небольшой дом. Если вы будете здесь гулять без меня, обязательно обойдите это здание вокруг, и там, вот с той стороны, есть ресторан. Так вот ресторан как раз таки занимает первоначальное ядро зданий, первоначальный объем времен Ржевского. Ображена Пороскева Пятница, в честь этой святой была освящена здешняя церковь. Эта икона признак любви москвичей к своему городу. Подчеркиваю, не госпрограмма, не городская программа, не государственный бюджет, не городской бюджет. Частные средства москвичей, любителей московской старины. В память церкви здесь появилась икона. Не так уж получилось, эта икона является памятью не только о здешней церкви Пороскевой Пятницы, замоскворечья на Пятницкой улице, но и обо всех разрушенных церквях этой святой в Москве. Пороскевую Пятницу очень любили в нашей стране, и в Москве в частности. И в Москве было несколько храмов, но не все сохранились до 1917 года. Должен вам сказать, Пороскева Пятница это покровительница торговых людей. И там, где торговали, там обязательно строили такую церковь. Вы наверняка знаете, замоскворечья это испокон веков торговый, купеческий район, поэтому неудивительно, что здесь такая церковь была. Еще одна церковь Пороскевой Пятницы стояла на Солянке. Мало кто об этом знает, потому что ее разобрали после пожара 1812 года. С тех пор церкви там нет. Еще одна церковь Пороскевой Пятницы стояла в Китай-городе. Тоже неудивительно, Китай-город это едва ли не главное торговое место в Москве. Вы наверняка знаете здание биржи, знаете, на Ильинке. Так вот, новая биржа, построенная Каминским, Александром Степановичем Каминским, выдающимся архитектором, занимает часть церковного двора церкви Пороскевой Пятницы. Церковь разобрали, церковный двор стал частью двора биржи и самого здания биржи. До новых встреч! Спасибо! И объявления, которые я традиционно делаю. Во-первых, я видел, сегодня снимали, снимали и на камеру, и на фотокамеру, и еще, наверное, как-то снимали. Пришлите мне, пожалуйста, материал, потому что мы делаем видеоотчеты, фотоотчеты, разные отчеты.